Гангбар! Гангбар! Здравствуйте! Прокоментуйте фейсбук! Знаете, я знаю, почему вы здесь. Держава в Орботу! Государство вас бросило. Игорь Нас и бросил! 20 лет назад вас просто бросили на произвол судьбы. Вам сделали мизерные зарплаты. Вам не давали бензин, бумагу, ручки. И сказали, живите как можете. Ищите, где хотите, бензин, чтобы выезжать на выезды. Ищите, где хотите, бумагу, чтобы заполнять формуляры и делать дела. Вас бросили. Вы не могли прокормить свои семьи. И многие из вас, или те, которые были раньше и сейчас, были вынуждены выживать. На сегодня Кабинет Министров принял решение о поднятии зарплат в следующем году до тоже недостаточных 6300 гривен самому простому начинающему сотруднику новой украинской полиции. Зарплаты будут для руководящего звена 15-20 тысяч гривен. Тот, кто сможет жить на них, те будут работать дальше национальной полиции. Я понимаю, что многие из вас сюда пришли по велению сердца и души. Я также знаю, как организовывался этот митинг вчера. Об этом есть письменные показания ряда руководителей киевской милиции. Это тоже правда. Я рад тому, что многие здесь, кто пришел по велению души и сердца, высказывают искренне свою позицию. Все рядовые сотрудники милиции, которые не занимались коррупцией, которые ловят преступников, они будут работать. Кто не будет работать в новой полиции? Тот, кто организовал схемы и хочет их организовать дальше. По вымогательству денег, по незаконному открытию и закрытию уголовных дел, по отпуску преступников. Почему сейчас выступал предыдущий оратор и говорит, почему нас все называют ментами? Я не называю всех огульными ментами, но когда новая патрульная полиция останавливает племянника Фирташа, который 8 лет жил в Киеве, находясь в розыске, сбил ГДП двух человек, почему его за 8 лет не остановил ни один гаишник? Останавливали и отпускали за деньги. Почему плохо думают о милиции, когда в 2009 году в одном из райотделов Киева студент, которого взяли после какой-то пьяной драки, падают якобы с лавочки и умирают, а потом вся милиция прикрывает начальство этого райотдела. Вот потому нас так и называют. Когда во Врадьевке, в Николаевской области, в 2011 году, в 2012 году. Я говорю о тех негодяях, которые совершали преступления. Неужели те, кто кричат гоньба, тоже их совершали? Нет? Тогда давайте слушайте, что я скажу дальше. Когда во Врадьевке несколько милиционеров, тогдашних, изнасиловали женщину, избили ее, и хотели все это прикрыть вместе со своим начальством. Вот потому о всех нас... Я сейчас расскажу. Я сейчас расскажу спокойно. Так вот я хочу сказать следующее. Что касается депутатов, то депутаты за все тоже ответят. Я закончу. Так вот, дорогие мои, все честные люди будут работать на своих постах. Я сейчас скажу. ДСУ, 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 ДСУ. Моя официальные, в зяношении, кто использовали свое служебное положение личного помещения. Спасибо. ДСУ, 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 ДСУ. Я не могу сказать, что делать всех злочинцами. Пан Геращенко даже не подумал, он задокументировал свои слова, что все вы злочинцы, все хабарники. Зачекайте, можно слово? Все вы пытаете звольненную, потому что он только выяснил, что молодший слаб милиционеры будут праздновать. А вы все будете звольнити, вы все злочинцы. А это вы привыкли так всех относитесь. Не рівняйте по себе людей. Кожна людина, у нас еще никто не виновен, что не виновен. Не виновен принцип присутствия не виноватности. Дозвольте, пожалуйста, 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 пожалуйста. Слово предоставляется первому главе профсоюзного комитета адресованих співробітників ОВС, ОМС України, Карасим. Добрый день. Дорогие друзья, вот сейчас здоровый депутат практически всех нас представил злоумышленниками, преступниками. Нарушена в этом законе полиции основная диспозиция. Презумпция невиновности. То, что вышло, ребята, еще с римского права. Если одного пощадить преступника, а остальных посадить, вы понимаете, это глубейшее нарушение. Лучше выпустить двух преступников, но не посадить невинного человека. Нас всех, вас всех, я уже пенсионер, ветеран органов внутренних дел, вас всех обозвал он сегодня от имени министра, советник министра. Обозвал всех преступниками. Я хочу вам напомнить об этой власти. Вы помните, Кобра была? Был там такой кожележка, который палец показал Яценюку, который ехал не в служебной машине без охраны. Я был на этой коллегии, когда этот кролик притащил за собой президента Ющенко. И как мальчик стоял рядом, показывая пальцем, а Ющенко выгоняет начальника департамента, тогда еще коломеец был, помните вы все? Вот. И начинают издеваться над этим кожей. Уволили парня, дослужившего до майора? Ни за что. Потому что он не знал, кто сзади едет, и ему сиренки включает. На штатской частной машине, на служебной, подчеркиваю. Вы знаете, мне это все напоминает, когда вставление Кондропова, помните, Федорчук был назначен министром. К нам приезжал Власов. Я работал в Ленинградском райотделии. Ну, мы его принимали, встречали. Власов говорит, за время Федорчука из органов было уволено по совершенно надуманным мотивам 160 тысяч. Вот Украина сейчас переживает гораздо больше стресс, чем тогда, когда был этот СССР, когда был Федорчук. У нас людей выгоняют, даже не спрашивают, как можно проводить аттестацию, если не подготовлены вопросы элементарно, когда человек должен быть готов. Это Венская конвенция. Когда был в вузах, понимаете, извините, не Венская, Барселонская, по-моему. Ну, дело не в этом. Люди должны знать, что их спросят. Мы поступали, вот с Куликовым учились вместе в Москве, в Академию МВД СССР. Приехали капитанами с должностей. Мы проходили ПФЛ. Помните такую штуку, да? Проверяли нас всех на психическое состояние. Да вас, каждого, наверное, уже позже к нас кто-то поступил. Нам проводили тесты, мандатные комиссии. Но мы были к ним готовы. Поэтому сегодня, вот в этой обстановке, я вспоминаю 90-й год. Кто служил давно, помнит, как вот это на стыке развала страны, у майора Григорьева, Степан Хмар отобрал, тогда он был майором, не перебивай. Короче, отобрал пистолет. Помните эту историю? Вышли все милиционеры Киева к Верховной Раде. Первая стычка, первая, ну даже не хочу сказать забастовка, нам запрещены забастовки. Протест, свободное от работы время, как сегодня. Кто от службы, все вышли, и наши требования были удовлетворены. Помните это? 25 лет Украина стояла на пороге, правильно, в этом плане Терлашо с Герашенко. Мы стояли и ждали, когда на нас обратят внимание. Вся страна шла к рыночной экономике, а от нас хотели, чтобы оставались шарапами и жегловыми. То есть бедными, самоотвержденными ментами, как говорят. Посмотрите на эту табличку, вот здесь написано все. Когда этот памятник ставили здесь, мы все понимали, что мы были одно целое, милиционерами. Сегодня нас разделили. И все из-за безграмотного, бездумного, ни творчества, ни правового документа закона национальной полиции. Как можно было написать, ликвидировать милицию и упустить простое слово, правопреемственность? Они нас сталкивают, мы с молодыми ребятами из полиции. Я публиковался в «Зеркале недели». Многие, может, читали мои материалы, мои публикации. Я все время говорил о том, что должна быть правопреемственность. Не может быть такое, что сегодня ветерана выгнали, или вы завтра все станете, предположим, гражданскими людьми. Куда пойдут? Те, кто стойкие, пойдут искать в охране место. Те, кто не стойкие, пойдут в криминалу помогать. Я в этом уверен. Я не хочу никого обидеть, но это так будет. Потому что надо жить, надо выживать. Или сторожем идти куда-то, человеку с высшим образованием. Меня поражает, когда начальник полиции Украины, как ее, Деканинзе, заявляет, что полицейскому не нужно высшее образование. Это какой принцип? Как будут расследоваться материалы? Без образования, без всего. Я заканчиваю, потому что чувствую, что все это уже все сказали. Но я хочу сказать еще раз одно. Мы не должны уступать. Мне звонили вчера. Ну, вы помните, Капон был начальник УВД Киева. Звонил Саша Капон. В Харькове такая же обстановка. Они готовы тоже выйти. Звоните в Валют. Помните, в розыске работал Михаил? Они во Львове готовы тоже. Понимаете, вот на этой бездарном законе о полиции объединяются все регионы. То, чего они боялись. И мы все будем это поддерживать. Как только закон будет несет в 30.03 поправка Верховной Раде, мы приглашаем, и все ветераны выйдут на эту поправку к Верховному Совету. Потому что мы не можем оставаться без участков. И правоприемственность наша должна оставаться. Тогда будут индексации зарплат, пенсии, званий и всего остального. Спасибо за внимание. Слава Украине! АПЛОДИСМЕНТЫ Друзья, подлажка! Пошел вставательный полюб. Он сказал, вас кинули 20 лет назад. Вы там выживали, а мы должны ему сказать, мы выжили. Мы выжили, и жить будем, и защищать эту страну мы будем. И благодаря тому, что вы выжили, вот эта страна стоит. Мы знаем, мы уничтожим, и будем стоять. Пока мы есть, не будет нас в системе, значит, мы будем юристами, адвокатами. Мы будем, мы есть граждане этой страны. Мы будем ее защищать. Мы офицеры. Ну что? Вы же и будем жить. И пусть он дает интервью. Одно секунду. Первое. Хотел бы напомнить, что наша акция сегодня, она не политическая. И полиция, и милиция всегда была за политикой. Да?